Говорят, что в домик ходить этот нельзя Мне интересно, этот порог, сколько ему лет Создаётся впечатление, что это очаг Смотрите, говорю Наверное, тут типа микро здесь Смотри У меня создаётся впечатление, что вот это миква Потому что, видите, каменное закрытое строение Выдобнанное сюда Здесь явно есть уровень воды И миква, она по идее должна быть обязательно Не пропускающая воду То есть это должна быть вода, которая стоит Дождевая обязательно Не зачёрпанная Нельзя её, если она была в какой-то посуде Собрана именно от дождя И вот у меня такое создаётся впечатление Что если, тем более, мы увидим где-нибудь Что есть какое-то отверстие Которое позволяет эту воду собрать Здесь держать Тогда это точно будет микро Причём это выдоблено в камне Это явно для большей скромности И вполне возможно Что это было как бы такое домашнее место Куда окунали или посуду, или сами окунались Для того, чтобы сохранять ритуальную чистоту Очень интересно на самом деле То есть это моё предположение Но мне кажется, что оно близко к истине Ну вот здесь явно какой-то водосборник Вы можете обратить внимание Что несмотря на всю свою почтенную старину Он жутко грязный Дело в том, что на самом деле Всегда существовала такая проблема С частотой воды миквы Поэтому есть такое постановление Что тот, кто окунается в микву Не может потом искупаться в душе Если он собирается есть труму То есть так, в принципе Человек, который собирается есть Не собирается есть труму Просто окунается в микву По разным причинам Тогда ему не нужно окунаться Он имеет право искупаться в душе после миквы Потому что раньше была такая Вот тоже не всегда вода в миквах была чистая И люди хотели искупаться То есть ритуально потому, что они очистились А сполоснуться после этой чистоты очень хотелось И поэтому мудрецы постановили, что Люди должны понимать, что не сразу Нужно бежать мыться зачерпанной водой Которая была в сосудах Чтобы люди понимали Что то, что очищает ритуально Это действительно окунание в воды миквы А не душ после этого Или какая-то там баня Или что-то такое Ну вот То есть это Посмотрев на вот этот водосборник Можно понять, почему это так Потому что здесь, в принципе, вода кошерная Это, собственно говоря, скорее всего Для окунания в микву Но, честно говоря, мне кажется Никто в наше время в такое окунуться не может А в наше время это работает по-другому Дело в том, что используется закон так называемый Ашака То есть если в системе сообщающихся сосудов Вода дождевая, которая кошерная для миквы Касается с водой в другом резервуаре Который является просто водопроводной водой То она тоже получает закон кошерной воды для окунания Она становится тоже как будто бы дождевой И все, и это, так сказать, как бы совершенно не обязательно Окунаться именно в дождевую воду Если у вас есть резервуар, который касается Через трубу С дождевой водой По теории сообщающихся сосудов Да, по То все Тогда это, конечно Ну вот Но у них-то не было водопроводной воды Которой можно было так Система Поцелуй этого, называется Между двумя резервуарами Была всегда Ты еще в мишне упоминаете Но что можно таким образом окунаться в чистую воду Это уже какое-то современное изобретение Большое спасибо